Итак, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. А сейчас я буду делать маску под названием «Зачем нам ботокс?». Хочу сказать, что женщина выглядит ровно так, как она этого заслуживает. Поясню. Вот можно в любом возрасте, независимо от материальных возможностей, быть молодой и красивой. Можно и наоборот. Вот. Бывает же, что есть и деньги, и возможности, но нет ни сил, ни желания меняться. Я очень часто вижу таких женщин. Вот мой рецепт как раз для тех, кто малыми средствами хочет добиться желаемого. И чтобы избавиться от морщин, от дряблости кожи, нам не нужен ботокс и дорогой салон красоты. Ну, по крайней мере, уж до 60 мы подождем точно. Обойдемся картофельным крахмалом. Вот он у меня, картофельный крахмал. Вообще маски из крахмала, они подтягивают, здорово подтягивают кожу. Увлажняют, очищают кожу. И вот сглаживают вот эти мимические морщины. Избавляют от воспалений. Давайте возьмем по одной столовой ложке картофельного крахмала. Вот так вот я возьму. Ну и эту столовую ложку я размешаю водичкой. Так. Холодной водичкой чуть-чуть. Как мы обычно делаем кисель, да, сначала в холодной водичке. А потом уже переливаем в кипяточек для того, чтобы сварить такой киселек. Так, закипает водичка у меня. Сейчас чуть больше огонек. И в эту кипящую водичку я потихонечку... Сейчас еще вот так. Вот одной рукой немножко трудновато, но ничего. Вот так свой крахмал я вливаю и не довожу до кипения. Ну а как обычный кисель варим. Не доводить до кипения. Так, ну вот мы видим вот такую вот массу. Видите? Вот такая вот должна быть. Кисельообразная, причем довольно-таки плотной консистенции масса. А в это время я приготовила немножко жирной сметанки. И в эту же жирную сметанку добавлю лимонный сок. Вот он у меня. Натуральный лимонный сок греческий. Вот я его немножко добавлю. Ну, пол чайной ложки. Ну а для того, чтобы у меня побыстрее остыл крахмал, и чтобы показать вам дальше побыстрее масочку, я беру вот эту смесь, ставлю в холодную водичку вот так. Пусть немножко поплавает. Быстрее таким образом остынет. Ну вот, теперь более-менее остыл. Немножечко остыл наш крахмал. И вот, когда остынет в миске, только после этого, нанесите маску вот эту. Сюда мы, во-первых, добавим наш сок. Кстати, вместо лимонного сока я просто делаю отбеливающую, девочки. Поэтому я добавила лимонный сок. Вы можете добавить сок морковки, сельдерея или петрушки. Бесподобные соки. Сок шпината. Это нечто. И вот так вот потихонечку, красиво, получая вот такое вот эстетическое наслаждение. Все, что мы делаем. Мы делаем с красотой, любовью. Смотрите, видите, такие вот рисуночки. Вот, мы вмешиваем нашу маску слоями. И будем наносить также слоями. Вот. Наносим маску слоями, давая каждому слою слегка схватиться, так сказать, подсохнуть. После последнего нанесения полежите с маской где-то полчаса. Да, вы не ошиблись, полчаса. Затем смойте теплой водичкой. Проведите курс из 10 процедур. Я всегда вам советую не меньше 10 дней. Вот подряд 10 дней проведите курс. И внимательно приглядитесь, как подружки на вас реагируют. Вот я думаю, что это будет лучшая оценка, девочки. Поверьте мне, вы останетесь довольны. Вот это наш ботокс. Вот этот самый настоящий, хороший ботокс. Да, этой масочке хватит на 10 дней. Хранить, хранить в холодильнике. Сколько сметанки, ну тоже где-то примерно столовую ложку я взяла. Ну и чайную ложку сока. Любого сока. Можно и ягодного сока. Тоже изумительно классно, если и ягодный сок. Вот это вот и есть маска, которая называется «Зачем нам ботокс?». А я вас всех люблю. Целую. Будьте здоровы. Следите за собой. Не забывайте за ручки. На ручки наносить масочку. Обязательно. Потом вы спрашиваете, почему такие хорошие руки. Несмотря на то, что я работаю очень-очень много на даче и все делаю своими руками, я садовника не нанимаю. Хотя многие из моих подруг, вот например, моя Людочка, она нанимает и моей подружке Лерочке. Ей, кстати, тоже, кстати, извините меня, что упала камера, и моей подружке Лерочке, ей тоже помогают мужички. А мне нет, я сама делаю все. Ну вот так вот, как-то так вот наношу. Потом буду ждать, пока высохнет. Потом еще слой. Также на лицо. И будем смотреть. Ну это я буду наносить аж. И на область локтя. Не забывайте за локти. Коленки, локти. Это тоже, я все время забываю вам сказать, что локти и коленки, девочки, так же, как шея и грудь. Это все нужно, это все супер нежное. Обязательно наносите масочки на эти области. Обязательно. Все, что маски мы делаем для лица, они все замечательны и для рук. Я вас люблю, целую, будьте здоровы, будьте красивы, защищайте себя всегда. А, еще могу сказать 7 правил. Своих правил продления жизни. Первое правило. И цвет лица, кстати. Не курить. Это самое первое правило. Вот откажитесь от табака. Отказ от табака снижает на 1 треть риск появления злокачественных опухолей. Это я прочитала у одного японского доктора, который писал на английском языке. И на 1 четвертую смертность от инфаркта. Второе. Нужно отказаться от алкоголя. Ну или употреблять его в умеренных количествах. Дальше. Поддерживать вес тела в норме. Смертность среди страдающих ожирением, ну, я имею ввиду от болезни, в полтора раза выше, чем среди людей с нормальным весом. Ведь к чему мы все стремимся? Мы стремимся к тому, чтобы уснуть здоровой и оказаться там в раю, да? А не мучиться и мучить окружающих. В этом суть, в этом суть. Умрем-то мы все. У каждого свой срок. Неважно когда. В 60, 70, 80, конечно, хочется, чтобы как можно дольше и здоровей. Еще правило номер 4. Сохранять физическую активность. Вы видите, как я бегаю по горам, по долам, по лесам. Именно вот легкая пробежка, смешанная с ходьбой. Ходьба можно с палками. Это самая лучшая ходьба. А вот она, эта ходьба и пробежка в 4 километра каждый день поможет вам продлить свою жизнь, именно жить в здоровье. Без Бога всего этого не видать, как своих ушей. Обязательно нужно день начинать с молитвы. Обязательно нужно прославить Господа за то, что вы открыли глаза в очередной день. И у вас есть еще возможность покаяться. У вас есть возможность еще вспомнить то, что вы еще не вспомнили. Если у вас есть возможность еще подарить благодать кому-то. Дальше. Обязательно всегда завтракайте. Это следующее мое правило. Завтракать можно, ну например, овсяными хлопьями. Или овсянкой. Или гречкой, залитой с вечера кефиром. Да-да, сырой. Можно кипятком залить гречку. Очень легко. Один стакан на два стакана кипятка. Все. Гречка утром будет готова. Не надо ее варить. Но такую гречку обычно все равно я заливаю с вечера. Перемалываю гречку. У меня есть там рецепты. Перемалываю мелко-мелко и заливаю. Обычно кефиром. Это самая лучшая гречка. Да, никогда не перекусывайте в перерывах между едой. И последнее правило – спать не менее 7 часов в сутки. И было бы просто здорово, если бы каждый из нас вдумался в смысл этих правил и тоже начал их придерживаться. Ну и еще добавлю одно правило – не спешите. Следует всегда действовать спокойно. Если что-то и менять в жизни, то постепенно. То есть ставить цели, двигаться к ним медленно, но верно. Верно, как вот шел Иисус. Медленно, но верно. Я вас люблю, целую. Будьте благословенны вы. И ваши семьи, ваши родные, близкие. И ваши друзья. Будьте благословенны вы все. Мои дорогие, мои любимые, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, добро пожаловать. Оставайтесь с нами. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok